Приветствую, друзья! К сожалению, 80 или даже 85, а может быть даже 90% личных отношений с людьми часто происходят в режиме, как говорится, токсичности. Ну, потому что без токсичных отношений бывает только, когда есть постоянная любовь. Вот ты когда обожесляешься, ты всё воспринимаешь. Вот дети, например, родители, как к ним относятся? Что бы они ни сделали, когда они были маленькие, это может умилять. Умилять. То есть включать позитивную энергию вместо негативной, которая нас разрушает. А как быть, когда мы, допустим, общаемся с человеком, дружим с человеком, а в какие-то моменты он бывает для тебя токсичным? Или родственники твои токсичны? Или даже мама, может быть дети? Ну, в какие-то периоды бывает такое, потому что они сами нуждаются в этот момент помощи, и поэтому, короче говоря, жалуются на жизнь, у тебя всю энергию забирают, и, например, настроятся на дно, тебе приходится перестраиваться, применять волю, тратить энергию для того, чтобы настроиться на другое, чтобы кого-то успокаивать. Ну, короче говоря, тебя всё время разбивают на части. Вот поэтому, наверное, психологи сейчас очень часто возвращаются к этой теме токсичных отношений. Ну, это психологи. А я хочу раскрыть эту тему для вас, друзья, с точки зрения психофизиологии и с точки зрения энергоэкономики личности и науки, которую я сейчас развиваю, новой науки, энергоэкономика личности, по которой становится сразу понятно, как использовать энергию стресса от любого источника для своих новых творческих достижений, для своего здоровья, для своего хорошего настроения, где ты можешь придумать и как общаться с токсичными людьми в тот момент, когда отношения токсичные, чтобы не разрушаться и чтобы их не гнобить. Они же тоже люди нуждаются в поддержке. Очень что самое главное. Все мы люди. Поэтому, как говорил святой Франциск, желаю, чтобы люди были здоровые и любили друг друга. Я не святой Франциск, но мы все учимся мудрым словам. До встречи, друзья. До встречи, друзья.